Привет, да? Приехал. Привет тебе, привет. Назови, пожалуйста, свое имя, чтобы вся школа знала. А потом свои хештеги можешь поставить, если хочешь, чтобы к тебе обращались с вопросами, с предложениями. Ну, у нас так принято. Если не хочешь, мы не будем снимать это видео, потому что мы его поставим после того, как ты его просмотришь. Это первое. Значит, ты назови, и второе, я сейчас всем скажу, что ты обратился ко мне, потому что ты занимаешься боевым искусством, или чем ты занимаешься? Меня зовут Улубек Касымов, я родом из Узбекистана, но проживаю в Соединенных Штатах. Многие годы занимаюсь боевыми искусствами, в частности, айкидо, и занимаюсь также китайской гимнастикой цигу. И что я нашел, что упражнения, которые вы преподаете, многие элементы, они есть в том же цигуне и в том же айкидо, но у них нету такого глубинного объяснения. Вот это его идеомоторики или как вы объясняете. И я очень часто не могу понимать. Я делал те же самые упражнения, которые вы преподаете, и после класса айкидо мне становилось хорошо. А теперь я начал догонять, что именно вот эти конкретные упражнения по идеомоторике, они и создавали вот это вот состояние позитивное, очень мощное. И в купе, конечно, с общей тренировкой. Ну, что-то изменило от практики твоей деятельности в айкидо и в цигуне? Что-то изменилось после того, как ты ключ узнал? Да, вы знаете, как сказать, более глубинное понимание появилось, потому что как бы физическая подготовка это одно, а мы же вот идем вот в точку зеро нуля, да, внутренне, тот же цигун медитации. Цигун же это всего лишь часть даосской алхимии, это вот начальная часть. А так вот в даосской алхимии вот это в точку нуля, возврата, да, когда в голове не остается мысли, как вот это движение идет. И когда я вот эти упражнения как в тай-чи, так и в цигун делал, иногда я улавливал состояние пустоты в голове, но оно исчезало. А просмотрев ваш курс и ваше объяснение этих процессов, мне как будто щелкнуло, знаете, ага, я как бы подсознательно это немного делал, но у меня не было вот такого глубинного понимания. Тому вот, получается, ваша система, я казался так ключиком, который мне открыло, да, как бы. Я вот только начал, недавно взял ваш курс, я только начал этим заниматься, но мне вот, хочу вот у вас спросить, как дальше и глубже я могу использовать, например, в тех же боевых искусствах, в той же, в интуитивной работе, потому что я бизнесмен, я делаю проекты, да, как бы. Поэтому меня заинтересовался ключом два, потому что это как следующий уровень. Слушай, ну ключ-2 это уже отдельный разговор, потому что это, во-первых, индивидуальная работа, там совершенно другие условия, потому что ключ-2 я не даю просто так в эфирное пространство, потому что человек, пользуясь ключом-2, может не только лучше проекты делать, он может и атомную бомбу на кухне изобрести, потому что у него развивается позитивное мышление, и вместе с этим развивается изобретательность невероятная. Ну, это же страшно давать людям безответственным. Да, согласен. А это какой-нибудь террорист, допустим. Убежденный, что он делает полезное дело для общества, понимаешь? Сейчас же смотришь, мир такой какой-то непонятный, поэтому я сначала затеял у нас в школе, человек будущего, хомофутурис, поговорить о человечности, о человечности. И ответственности человека за свои поступки. И поскольку человек это по природе творец, получилось, что открывая в себе творческое начало, человек по существу становится человеком. Это очень важно, потому что никто раньше вот так вот не соединял эти вещи, потому что о творческом начале в человеке говорили художники, писатели, композиторы. Да, о общечеловеческих ценностях говорили там Моисеи, Моисеи, Христос, Будда. Ну, то есть это все было разделено. Разделено в разных областях. О здоровье говорят Министерство здравоохранения. О любимой деятельности говорили раньше, кружки по интересам. Ну, короче говоря, человек раздерган по частям, и ему трудно сообразить, что очень много вещей, очень много вещей прямо в нем и есть, что он и сам есть творец. Он есть и внутри себя, и он и гений, и у него и аптека внутри, и гормональная, что у него все есть, надо просто научиться кое-чему, а вот этому кое-чему, что все это вместе соединяет в единую целостность личности, это как раз и личностный рост, но именно по методу ключ. Да. Потому что ты правильно заметил, что там вот эта вот точка нуля, где соединяет, вот ты взял цигун, допустим, и посмотрел с точки зрения ключа, когда прошел курс там, да, ты по видео посмотрел, да? Да, вот я до сих пор досматриваю его, да. Да, и все увидел в новом качестве. То, что ты работу делал по цигуну, увидел в новом качестве, и теперь ты ее можешь делать эффективнее. Я готов с тобой поговорить на эту тему, но нам надо обсудить, нам надо обсудить условия, когда я смогу работать, когда ты сможешь работать, что вечером выходить, я только после восьми вечера по Москве в скайпе бываю, и надо обсудить. Да, вы знаете, почему я заинтересовался еще вашей системой? Я эти системы использую для чего? Я, например, учился у различных учителей, я учился у многих суфийских мастеров, я учился вот у даотских мастеров. Вот вы говорите про человечность, вот это вот мои суфийские учителя, они больше всего об этом и говорили, да, вот как бы моральная ответственность за то, что происходит в мире. И как часть вот моей работы я занялся, вот почему я сейчас в Узбекистане, мы здесь занимаемся реформой детских домов и возвращением детей обратно в семье. Что ты говоришь? Да, вот сейчас вот это мой один... Что ты сейчас этим занимаешься, я помогаю одной семье вернуть детей, ранее взятых из детдома, потому что опека там по какой-то причине там... Ну, короче говоря, это целая история, я слушаю детей, да. Ну, будем дружить, будем дружить, да. Так, так, так. Молодец, социальный проект, это вот предотвращение домашнего насилия, особенности в отношении женщин и детей. И вот это наш второй проект, у нас здесь их несколько. И что, чтобы именно работать в этой системе, нужно ведь встречаться с людьми, это риски, это страхи, понимаете, это надо дело иметь со многими различными организациями, международными, местными, государственными, да, как бы. И вот я использую все вот эти вот свои методы и тренировки для того, чтобы я мог пойти и осуществлять вот эти вот свои проекты. Поэтому меня ваша система и заинтересовала, потому что иногда бывают моменты, я стрессую конкретно, потому что я имею дело с судьбами людей и детей. И надо решать эти проблемы, которые не решаются годами. И я всегда задаю себе вопросом, вот какой у меня инструмент должен быть в руках, чтобы я мог его использовать во благо вот людей и создавая вот такие проекты. Вот поэтому к вам и обратил. Отлично, я очень этому рад, потому что будем вместе создавать науку человечности. Да. Науку человечности, это немножко отличается от того, что есть у нас в искусстве, в религии. Это другой совершенно язык, это там вырабатывается новый язык, язык понятий, научных критерий. Это новый язык общения между людьми на всей планете. Наука – это единый язык, потому что это не зависит от того, цыган ты, американский, или ты дагестанец, или узбек, или еврей, или грек. Не зависит от этого. Научные понятия и определения – это общий язык для всех. Поэтому, когда мы какое-то явление переводим на уровень математики, как раньше говорили, на уровень науки, это мы создаем общий язык взаимопонимания. И когда люди всей планеты начнут иметь общий язык, тот Вавилон, который тогда рассыпался, как говорится, потому что у каждого свое мировоззрение, мироощение, свой характер, язык, культура и так далее, он рассыпался. А мы как раз его сейчас и воссоздадим, но уже на новом уровне. Вот это интересно. Я тебя обнимаю. Давай мне завтра позвони, пожалуйста, в такое же время. Мы с тобой договоримся о том, как мы будем работать. Все, давайте. Я посмотрю, хорошо. Это в какое время по-московскому? Хочешь послезавтра позвони? Как тебе удобно. Да, все, я буду на связи. Договорились. Давай. До свидания.